История Руси Андрей Боголюбский Андрей Боголюбский это сын Юрия Долгорукова Андрей Юрьевич Боголюбский Он недовольный правлением своего отца Переехал из Высгорода в Суздальскую землю Рядом с Владимиром в селе Боголюбово Он построил дворец и церковь Богородицы И он вошел в историю как Андрей Боголюбский Имена от села Боголюбова Он расширил Владимир Суздаль Ростов Управляемые наместниками Юрия Долгорукова Которые признали Андрея своим косударем Андрей основал в своем уделе Великое княжество Суздальское Владимира Суздальская или Ростова Суздальская Как она называлась сначала Русь Занимала земли в Междуречье, Оки и Волге Эти территории были богаты плодородными почвами Земли княжества были хорошо защищены От врагов и естественными преградами То ли лесами и реками Что обеспечивало постоянный приток населения с юга При Андрее Боголюбском 1157-1174 годы правления Владимира Суздальская земля Становится наиболее сильным Из отделившихся русских княжеств С этого времени Киев теряет прежнего значения Как центр единого государства Новые киевские князья полностью зависят теперь от Андрея Боголюбского Власть Андрея Боголюбского распространяется на Владимир, Ярославль, Кострому, Москву Да и другие города Вовско-Окского Междуречия Он повелевал Рязанскими, Муранскими, Смоленскими и даже Волынскими князьями Но оставались независимыми Черниговские, Галецкие князья, а также Новгород Могущественный Андрей, покорив Киев, решил завоевать и Новгород С такой миссией направился в Новгород Мстислав Андреевич Но горожане решили защищать свою независимость Ну и соответственно, конечно же, отстояли ее Мстислав потерпел полное поражение Однако новгородцы не стали мстить И быстро вошли в дружелюбные отношения с великим князем Если северные земли страны успокоились То южные границы Руси непрестанно тревожили половцы А восточные булгары В 1171 году Андрей уже не в первый раз воевал с Булгарией Поход возглавил опять же Мстислав Андреевич К нему присоединились рязанские и муромские князья Захватив богатую добычу, воины возвратили свои уделы На обратном пути их чуть было не настигло Шеститысячное булгарское войско По прибытии из похода Мстислав умер Вскоре случилось непредвиденное 20 человек, многие из которых ползывали с доверием Андрея Вступили в заговор против великого князя В полночь 29 июня 1174 года Они пришли к дворцу в Боголюбове и бросились на Андрея Он долго защищался, на колец его повалили на землю и убили Заговорщики захватили казну, разграбили дворец Тело Андрея долго лежало в огороде Лишь на третий день его положили в каменный гроб И погребли в Златоверхом храме Богоматери во Владимире Спасибо за внимание На следующем занятии Видео уроке 54 Мы с вами изучим тему Севолод, большое гнездо До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!